Еще раз все здравствуйте. Меня зовут Алексей, я инженер компании Epimatico. Сегодня мы поговорим по Wi-Fi. Всем слышно? Еще раз проверка связи перед началом. Отлично. Тема нашего сегодняшнего вебинара это настройка основных сценариев, авторизация абонентов Wi-Fi на контроллерах TGNET. Сначала хотел бы рассказать о Wi-Fi. Все, наверное, знают, что это такое. Он сейчас повсеместно используется. И это стало такой площадкой для зломышленников. Поэтому возникает необходимость защиты от недодосовестных лиц. Для этого и была придумана авторизация, аутентификация и аккаунтинг. Причина, по которой. Где же у нас Wi-Fi используется? Сферы применения Wi-Fi сетей. Как я уже говорил, Wi-Fi сейчас везде. Это в гостиницах, ресторанах, развлекательных заведениях, образовательных, в офисах. У каждого дома есть Wi-Fi. И нет такой серы, где сейчас нет интернета для беспроводного доступа в глобальной сети. Я хотел рассказать о линейке, которую выпускает компания TGNET. Это контроллеры М3 и М5. Есть еще М7 модель у китайского производителя. Разницу вы видите на слайде. Это разница в количестве поддерживаемых Wi-Fi точек и коммутаторов. Помимо контроллера Wi-Fi, он также выполняет функцию контроллера коммутаторов и маршрутизаторов производителя TGNET. Веб-интерфейс, где представлены основные варианты аутентификации. Об этом мы поговорим позже. я покажу наглядно, когда мы приступим к практике. Всем я хотел бы затронуть два типа аутентификации. Расскажу, для чего она вообще нужна и кто ее придумал. Разделим Wi-Fi сети на на два типа. Это сети, используемые, например, дома или в офисе, где достаточно настроить пароль, где знают его либо сотрудники фирмы, либо ваши родственники, если это домашний Wi-Fi. проблем с этим нету, потому что не нужно предоставлять этот пароль большому кругу лиц. И при его смене не нужно оповещать огромное количество людей. В 2008 году было принято постановление правительства, который запрещает общественным публичным сетям, точнее не запрещает, а обязывает идентифицировать конечного пользователя. Чем отличается абонент от конечного пользователя? То есть, если я захожу в кафе и подключаюсь к общедоступной, к публичной сети Wi-Fi, то я являюсь конечным пользователем. Абонентом в данном случае является юридическое лицо, ну либо хозяин заведения, в которое я зашел. Идентифицировать абонента проще. При заключении договора с компанией-провайдером частное лицо или юридическое лицо предоставляет свои данные, паспортные данные. Таким образом, идентификация абонента установлена. Для идентификации конечного пользователя в публичных сетях было предложено несколько вариантов. Это смс-аутентификация, либо использование учетных данных сайта госуслуг. Но так как учетные данные на госуслугах, я думаю, не у всех есть, но все там зарегистрированы. Поэтому самый популярный способ аутентификации это использование мобильного номера. Так как он уже привязан и зарегистрирован на конкретного человека при покупке сим-карты, каждый, наверное, предоставлял свои документы для регистрации. Это и добавляет от проблемы несанкционированного доступа и так далее. На схеме показаны здесь идентификация конечного пользователя через смс-авторизацию. Есть пользователь, который подключается к Wi-Fi точке. Как правило, она открыта, не требует ввода логина и пароля, потому что при подключении нет доступа в интернет, пользователь не получает. Итак, сценарий такой. Пользователь подключается к Wi-Fi точке, открывает браузер, отправляет HTTP или HTTP запрос. Вот зеленая линия. И попадает на captive-портал. Это сторонний провайдер. Будем называть его смс-провайдером. У него есть captive-портал. Это единственная страница, которая у нас доступна без аутентификации, авторизации. Там предлагается способ авторизации. Либо ввести свой номер телефона и получить смс с кодом. Либо, например, авторизация по звонку. Аутентификация по звонку, на мой взгляд, более удобная, так как не нужно ждать получения смс. Достаточно просто позвонить на предлагаемый номер и доступ в интернет автоматически вам будет разрешен. Схема. Еще раз пройдемся по схеме. То есть, запрос на captive-портал. Вам приходит смс от смс-провайдера. Все это завязано на радиус-сервере. Также есть база данных. Для чего нужна база данных? Это для хранения, то есть логирования трафика. То есть аккаунтинг. Ну и также ваших данных о регистрации. То есть, если вы уже один раз зарегистрировались в каком-то кафе, заведении, в отеле, то ваши данные хранятся в базе данных. И при повторном подключении, через два дня, через неделю, вам проходить аутентификацию уже заново не нужно. То есть, все данные у вас уже хранятся. Также хранится логирование трафика, так называемый NetFlow. Где есть вся информация о посещаемых вами сайтах. То есть, не именно информацию, которую вы скачивали, а информация о том, где вы были, куда заходили. Давайте теперь приступим к практической части. Как же это все реализовано? Как же нам настроить данную услугу? СМС-авторизацию в частности. И затронем другие варианты авторизации, которые могут использоваться, например, в офисах небольших компаний, где не нужно проходить СМС-авторизацию. Вот так выглядит веб-интерфейс контроллера TGNET. Как я уже говорил, он не только может управлять Wi-Fi точками, но также управляет коммутаторами, маршрутизаторами. Здесь можно посмотреть информацию об устройстве, версию ПО, МАК-адрес, серийный номер, статистику о подключенных абонентах, детальную информацию, загрузку ЦТУ, в общем, System Information здесь представлены. Вот список точек доступа, которые он видит, абонентов. Сейчас здесь никто не подключен. Приступим к настройке. Аутентификация, конфигурация авторизации. Предваритель предлагает нам достаточно большое количество вариантов авторизации. Первое – это Freautification, то есть бесплатная аутентификация. Это когда точка открыта, не спрашивают ни логин, ни пароль. Это маловероятный способ использования. Так он включается, применяется все автоматически. происходит синхронизация с точками доступа. И весь конфиг заливается на Wi-Fi точки, и аутентификация становится открытой. Давайте рассмотрим аутентификацию по SMS. В качестве SMS провайдера была выбрана платформа Global HotSpot. Представляет довольно широкий спектр услуг. Интеграцию с различными системами управления отелями, такими как Fidelio или, например, 1S отель. Рекомендую, если кто-то столкнется, рекомендую этот сайт. Хорошо себя зарекомендовал. Грамотные инженеры. Интеграцию контроллера TGNET мы сделали буквально за несколько часов с инженером этой компании. Здесь можно попробовать бесплатный вариант. То есть зарегистрироваться дается пробный период, по-моему, 10 дней, где вы можете испробовать весь функционал предлагаемый порталом. Я уже здесь зарегистрирован. Пройду сразу на Captive Portal. Он выглядит так. Как же добавлять устройство? Для начала нужно завести стартовую страницу. То есть создать профиль. Здесь у меня тестовый профиль уже создан. Называется Wi-Fi TGNET. Название профиля. То есть это заголовок страницы. Это при редиректе. На странице Captive Portal. Наверху в заголовке будет высвечиваться вот это название. Страница редиректа, которую можно указать любую. Если это, например, отель, то логично будет указать сайт отеля, где пользователь может посмотреть. Разве зайти на сайт, посмотреть рекламу, условия, цены и так далее. Тема тоже тестовая. Особо на 100 трое глобальных я не проводил в тестовом режиме. Есть также шаблоны, которые можно использовать. Варианты Captive Portal. Не знаю, вам хорошо видно, нет? Как он сделан? Что на странице Captive Portal, то есть когда произошел редирект, можно посмотреть план задания, нажать кнопку регистрации, оставить отзыв и так далее. Далее приступаем к настройке оборудования. Настройок здесь немного. Вы видите, что это URL и IP-адреса сервера аутентификации и аккаунтинга. У нас в данном случае это один и тот же сервер. Стандартные порты 1812 используются для аутентификации и авторизации. На радиус-сервере порт 1813 это для аккаунтинга. То есть для сбора данных о пользователе, чем он пользуется и страницы посещает. Данную информацию мы получаем при выборе устройства. То есть мы заходим в конфигурацию нажимаем Далее, Далее. Здесь выбираем тип оборудования. Почему я еще и рекомендую этого провайдера, потому что если вы видели есть с чем сравнивать, то другие порталы не предлагают столь широкий выбор устройств, с которыми совместим радиус-сервер провайдера. Здесь уже есть добавленная инструкция и также конфигурация для устройств TGNET. Здесь есть TGNET M3 версия 1 это старая версия контроллера M3. Мы будем сегодня, мы работаем сегодня на контроллере M5, но в обновленной версии контроллера M3 V2 веб-интерфейс совпадает и настройки ничем не отличаются от данной функции. Выбираем тип контроллера, который у вас есть. Нажимаем Далее. информация о точках доступа уже предоставлена, совместимых с этим контроллером. Тип контроллера и краткая инструкция по настройке. В данном случае нам нужна вот эта информация, которую предоставляет сервер. Прошу прощения, нажал наш. вот он URL, который нам достаточно скопировать и прописать сюда. он у меня уже здесь прописан. Вот. Далее это сервера IP, который тоже здесь провайдер предоставляет и кей ключ. Вот также указаны порты. В данном случае они стандартные. хотя могут быть изменены в случае необходимости. Вот. Вся информация забивается сюда, применяется и сохраняется. Вот. Также есть галочки URL параметра choice. То есть, какие параметры будут передаваться в URL. В данном случае это девайс IP, юзер макадрес, юзер IP, ситней. Эта информация вся передается на систему хранения данных, то есть на портал, который мы можем посмотреть потом в статистике посетителей. То есть, устройства, которые подключались, макадрес точки доступа, макадрес устройства. вот были подключения, с какого номера, с какого макадреса, макадрес точки и место. Место, кстати, тоже настраивается здесь отдельно. Можно указать адрес, более конкретные настройки. в тестном варианте я это не настраивал. Статистику посещений, сколько входов проводил данный пользователь. информация, даже каким браузером пользуется. Информация CD TGNET 2G у нас так и точка Wi-Fi сеть так и называется. я менял название, поэтому там разные названия. Просто тест и CGNET 2G. Вот название точки здесь CGNET 2G. Также нам еще нужно настроить централизованную систему управления. контроллер нам предлагает два варианта метода передачи. Это local, локальная, то есть трафик не проходит напрямую через контроллер, а идет из локальной сети пользователя. Например, если в компании уже настроен DGTB сервер, то пользователи будут получать IP-адреса из сети. Контроллеры никакого участия в этом принимать не будут. Но при использовании смс-аутентификации, при использовании внешнего радиус-сервера необходимо выбирать централизованную систему, централизованный режим передачи. Также необходимо нам будет настроить DHCP на контроллере именно из этой сети и будут получать адресацию пользователей, подключаемые к Wi-Fi сети. давайте посмотрим, какие еще варианты предлагает производитель. дотронем. Это авторизация building accounting. Сейчас наглядно покажу. здесь создается юзер-лист пользователей. Может использоваться в небольших компаниях, где количество пользователей не так много, и администратор считает необходимым, чтобы у каждого была своя учетная запись, ограничить каждого пользователя по скорости. Добавляется аккаунт, то есть имя пользователя и его пароль. применяется при авторизации, при подключении к Wi-Fi и будет использоваться встроенный captive портал, то есть можно выбрать два варианта, вот вы их видите, либо вы увидите эту страницу, либо вот эту. Здесь вы ввозите свои данные, логин и пароль, который он выдал администратор, созданный в юзер листе, и получаете доступ в интернет. Еще может использоваться аутентификация на радиус сервере. Чем-то похоже при использовании внешнего сервера аутентификации. В чем различие, так это у вас также происходит редирект на встроенную страницу аутентификации, на контроллере, который я показывал недавно. Только данные для аутентификации находятся на радиус сервере. Он может быть как внешним, если здесь будет публичный IP-шник, так и внутренний сервер компании, если такое имеется. актуально для больших компаний, где серверное оборудование поставить, установить и настроить радиус сервер не имеет особых проблем. давайте к вопросам приступим. Алексей спрашивает, авторизация через ВК или Facebook также является разрешенной? авторизация через соцсети официально не является разрешенной. постановление правительства где там предложение по номеру 802 если я не ошибаюсь или 801 там предложение это смс авторизация также учетные данные сайта госуслуг как я уже говорил либо третий вариант который можно сказать вообще не используется это сбор данных о конечном пользователе то есть серокопирование данных паспорта его удостоверение подтверждающая личность введение какого-то журнала вручную либо в электронном виде но этот вариант неудобный поэтому не используется вот для мест очень большим посещением то есть например количество людей которые посещают то или иное место будь то например дом отдыха и огромное количество посещений и например хозяин заведения хочет снизить цены растраты на смс сообщения потому что естественно это платная услуга есть пакеты которые можно взять 100 смс на месяц 1000 смс от этого зависит цена можно использовать так называемые ваучеры этот портал global hotspot тоже предлагает такую услугу то есть выдает логин пароль для ваучер аккаунта он отдельный где например администратор отеля выдает клиенту ваучер для пользования интернетом для подключения причем срок действия этого ваучера такой начинает действовать от начала заселения его в гостиницу клиента до момента выселения то есть система связана с системой управления отеля напрямую Fidelio или 1С и другими системами и при этом закон не нарушается потому что идет привязка данных при заселении потому что клиент предоставляет документы и ему выдается ваучер при этом опять же вся информация будет храниться весь аккаунтинг будет храниться на базе данных портала в течение трех лет такие законы это когда это м5 дар задает ильнар задает вопрос на каком оборудовании мы сегодня работали это м5 вот здесь здесь видно модель версию м3 версии 1 ничем не отличается о версии 2 ничем не отличается там веб-интерфейс вендор сделал аналогичным для удобства использования на м3 версии один веб-интерфейс отличается но настройки авторизации аналогичны дополнительного функционала нету также отсутствующего функционала еще вопросы вопросов нету спасибо Еще добавлю, что все ответственность за использование внешних порталов авторизации, и вся ответственность по соблюдению законодательства лежит на смс-провайдере. Если вопросов нету, спасибо за внимание. До свидания.